Добрый день, друзья! И сегодня мы с вами поговорим, чем отличаются группы от сайтов, группы в соцсетях, вконтакте, в фейсбуке, в инстаграме, от мобильного приложения, чем они интересны, как это можно вместе совместить. И об этом мы сегодня будем говорить с Сергеем. Добрый день! И с Анастасией. Так точно! Поехали! Поехали! Первая ситуация, когда мы с вами рассматриваем... Первая ситуация, которую мы с вами рассмотрим, это когда у вас уже есть паблик. У вас уже есть ресурс, например, как в этой группе, у вас 4 миллиона человек. Но давайте Сергей нам немножко расскажет про техническую составляющую этой группы. Да, то есть группа создана довольно-таки давно и очень серьезно раскачана. То есть для группы вконтакте на сегодняшний день 4 миллиона, это очень качественно раскачанная группа, поэтому, ну, сами судите. То есть это все равно, что сравнивать с каналом на ютюбе. Но при этом, да, посмотрите на статистику. То есть сегодня опубликованной ночью, ну, то есть в час, а мы снимаем утром в 8 утра. 2 600 лайков набрал пост. То есть нам неизвестно сколько просмотров, потому что, ну, мы не админная группа, мы не можем это посмотреть. Но лайков за, что там, 7 часов набрано 2 600 и репостов получается 391. Из 4 миллионов 300 с лишним подписчиков. Для такой группы чем может быть интересное мобильное приложение? Во-первых, все эти группы, вы видите, здесь сделаны репосты. Если мы немножко промотаем вниз, то вы увидите, что здесь есть живые посты. И есть посты, которые, ну, скажем, такие рекламные, сделанные из других групп, или с рекламы какого-то продукта, или что-то подобное. Вы наверняка такое видели в соцсетях. Для таких групп, чем может быть интересное мобильное приложение? Во-первых, они таким образом, с помощью мобильного приложения, соединив там такие же группы, но в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, они могут соединить все в одно место и с помощью, скорее всего, у них раскрученный только в одной соцсети паблик, соединить и раскрутить все остальные паблики. Потому что, соответственно, если эта группа раскручена, то 2000 скачиваний они могут сделать легко. С другой стороны, они смогут с помощью приложения повысить посещаемость своей группы. Потому что, когда ваша группа находится внутри приложения, и приложение, допустим, установлено у меня на телефоне, как я пользователь группы, то мне гораздо проще нажать на иконку приложения и открыть вашу группу, чем нажать на иконку ВКонтакте, найти вашу группу в списке моих групп, коих у меня лично 260, и потом уже зайти в вашу группу, посмотреть новости. Более того, вы можете в приложении сделать ссылки конкретно на фотоальбом группы, на стену группы, то есть только, чтобы человек не копался в ней, не смотрел, не искал, а сразу попадал на нужную новость. Да, и еще один важный момент, то есть если вы через группу продвигаете рекламу, через приложение вы можете это сделать более эффективно. Вы можете собрать аудиторию, собрать хорошую посещаемость вашего приложения, та же самая статистика, как во всех соцсетях, но вы можете, отправляя пуш-уведомления, давать ссылку на покупку того или иного продукта, на видео того или иного человека, на любой ресурс, который вам заплатил за эту рекламу. И еще один очень важный момент, если сравнивать статистику посещаемости группы аудитории, подписчиков и посещаемости приложения. Если мы берем, например, нашу платформу EXAP, то в ней есть такой раздел «Статистика», где вы можете посмотреть посещаемость конкретного приложения в конкретный период времени, и, соответственно, увидеть, какие действия ваши были наиболее эффективными. Это раз. Второе. Процент посещаемости от подписанной аудитории, исходя из тех цифр, которые нам известны, например, у нас есть приложение, на котором 300 подписчиков, то есть 300 человек скачали это приложение, у него посещаемость зашкаливает за 70, средняя. То есть есть немножко меньше, но ниже 45, она не пускается. И есть значительно выше, то есть там 100 с лишним посещений в день. В день. То есть вот такой вот формат. Итого мы получаем посещаемость приложения в сутки 23%. Да. Ну, на самом деле, сильный аргумент. И плюс к этому, через мобильное приложение клиент может вам напрямую позвонить, оставить заявку на рекламу, заказать тот или иной продукт, оформить доставку. То есть все функции он может сделать очень просто. Он вас не ищет в новостной ленте, потому что если у вас группа начинающая, сейчас мы про это проговорим, да, то вас в рейтинге не видно. В принципе, даже вот эту группу с достаточно большим количеством лайков мы с Сергеем в новостной ленте нашли там за 20-й далеко позиции. Хотя, как это формируется? То есть сейчас, в принципе, вот эти штуки, они формируются совсем по-другому. Поэтому здесь важно понимать, что мобильное приложение это как помощь вам, как дополнительный канал продаж, который может повысить эффективность работы и в соцсетях тоже. А теперь давайте поговорим про малораскрученные группы. Давайте посмотрим на группу, которая только начинает свое развитие в соцсетях. Вы видите, что в ней всего 1400 человек, но при этом вы видите, что главный закрепленный пост, который про подарки, он, естественно, набрал большое количество репостов. Но если мы опустимся ниже, на реальную стену и на реальную активность, вы увидите, что здесь 2 репоста 7 лайков, 2 репоста 9 лайков, 1 репост 5 лайков. То есть вот это реальная статистика, то есть это реально группа, которая только-только-только начинает свое развитие в соцсетях. И здесь важно понимать, что через мобильное приложение, когда вы что-то публикуете, даже на небольшую аудиторию, ну пусть из этих полутора тысяч человек ваше приложение скачает 200, 100, потому что, ну, это организация, в которую часто ходит много людей. То есть и можно настроить так, чтобы каждый приходящий узнавал, что у вас есть приложение, скачивал там по QR-коду или еще как-то. И вы можете наладить именно постоянный поток скачивания вашего приложения, но отправляя пуш-уведомления, об этом будут узнавать все люди, которые скачали приложение. И часть людей, кликая, будет переходить на этот пост и ставить лайки. Тем самым лайков появится больше, тем самым у людей в лентах вы начинаете появляться выше и выше в новостной ленте. Тем самым, вот раскручивая этот момент, больше людей вас лайкает, больше людей видят вас в новостной ленте, вы начинаете рассылать пуш-уведомления, больше людей вас лайкает, больше приходят внешних пользователей. И это, знаете, как он закручивается. Без приложения это сделать практически невозможно. Не, ну есть, конечно, там платные способы того, чтобы это сделать. Да, то есть раскрутки группы. Есть, сейчас тоже появились, поскольку эта тема уже далеко не новая, то есть ей уже, ну, больше трех лет явно. А появились агентства, которые раскручивают группы. То есть, ну, это уже другая тема. То есть сейчас мы говорим про автоматическую раскрутку. То есть без дополнительных средств. Да, мы говорим про живых людей. Мы с вами говорим не про, ну, когда нагоняют ботов, бывают такие фейковые аккаунты. То есть мы с вами говорим именно про живую аудиторию. Кстати, обратите внимание, то есть если взять в процентах, то есть мы только что сравнивали эффективность процентов в приложении, да, посещаемость относительно количества человек, которые его скачали. То тут, если взять, например, в этой группе 1400 человек и 4 лайка, это сотые, не сотые, десятые доли процентов. То есть то же самое и в той группе, то есть там 4 миллиона. Все равно это мало. Все равно даже 10 лайков это меньше 1%, да, получается. То есть мы с вами получаем такой момент, что с одной стороны мобильное приложение может помочь раскрутить ваш ресурс. И неважно, маленькая у вас группа или большая. Наладить новый, более эффективный поток продаж. Потому что в приложении вы можете это сделать проще, и людям проще будет что-либо приобретать через приложение. То есть к тому же есть специальный сервис, у нас в экзапе там есть специальный каталог, в который вы можете сразу интегрировать платежную систему. Причем для России это и Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса, да, и PayPal международная система. То есть есть выбор. И учитывая процент посещаемости, то, естественно, процент покупок будет значительно больше. И поток продаж, соответственно, будет легче наладить даже на небольшой аудитории. При этом, то есть в мобильном приложении вы также можете зарабатывать на рекламе. То есть если вы создаете какой-то ресурс, допустим, некоммерческий, а-ля блог, такую какую-то блоговую историю, то в этом блоге вы можете продавать рекламу через приложение даже дороже. Потому что через приложение вы можете адресно отсылать людям пушу уведомления, и это будет более эффективно. Ну, соответственно, если у вас есть хорошая, авторитетная, так сказать, имиджевая составляющая именно у вас. А через приложение вы как раз можете наладить этот доверительный контакт с вашей аудиторией. Да, и это важно. И особенно важно то, что, например, если взять пример приложения, то есть которое создано на платформе EXAP, то в нем для рекламы есть специальный баннер, то есть который всегда на первой странице приложения, который можно полистать, который можно кликнуть и попасть на сайт, можно кликнуть и позвонить через него по телефону. То есть это выгодно тем, кто дает вам рекламу, то есть это сразу прямое направление на вашего рекламодателя. То есть, соответственно, цена такой рекламы будет больше. А в группе, то есть вы постите рекламу, например, на той же стене, Она затерялась среди ваших постов И это, сами понимаете, эффективность Тем более плюс просмотры Плюс та же посещаемость Реклама эффективна, когда ее смотрят Соответственно отсюда цена Вот и все Поэтому вы видите, что налицо преимущество То есть если у вас нету группы И вы только начинаете, или у вас уже есть Мобильное приложение может помочь вам раскрутить этот ресурс быстрее И помочь сделать большие прибыли Чего мы вам, Сергея, желаем А на этом у нас сегодня все Большое спасибо за просмотры Ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал И нажимайте колокольчик Чтобы получать всегда самые свежие новости с канала До связи Пока-пока